Ну давай начнем! Андрей приехал в лагерь с Керчи. Несмотря на свой диагноз, он любит заниматься спортом. В будущем с профессией определился врач-эндокринолог. Приехал сюда впервые и признается, больше всего поражает ритм и активный отдых. Каждый день у нас настолько насыщенный, что у нас есть сон-час, мы его называем абсолютом. Это для нас райский часок. Просто лежим и спим. А вот Юля среди артековцев открыла в себе новые способности. Этот отряд погружается в атмосферу медиапространства. Юля своей особенности почти не ощущает. Предпочитает активный образ жизни. Я вообще не связана с фиромедиа, но я играю в театре уже на протяжении 9 лет. И я хочу стать следователем. Можно подумать насчет сферы журналистики. Сахарный диабет – хроническая болезнь, при которой увеличивается уровень глюкозы в крови. В России более 30 тысяч детей, которые стоят на учете с этим заболеванием. Подросткам с диабетом сложнее психологически, ведь физиологически их ритм жизни практически не отличается, объясняют врачи. Здесь необычно высокие для их привычной жизни физические нагрузки. Это требует в том числе и медикаментозной коррекции. Все наши дети, например, почти на треть снизили дозу инсулина и чувствуют себя при этом прекрасно. И гликемия у них лучше, чем была дома. И всем советуем заниматься спортом не только в Артеке, но и в своих обычных условиях. И опыт Артека это подтверждает, что занятия спортом, игры на свежем воздухе – это полезно всем детям, в том числе и детям с сахарным диабетом. Игры, викторины, соревнования – это только часть насыщенной программы Артека. Воспитанники находят друзей, раскрывают новые творческие способности. Программа направлена прежде всего на физическую активность детей. Наши дарны Артек! Не забудьте болеть! Сейчас в лагере идет системная работа по инклюзивному как обучению, так и отдыху детей. Международный центр ориентирует воспитанников на здоровый образ жизни и правильное питание. Мясо, крупы, овощи, фрукты – рацион у артековцев разнообразный. Питание здесь организовано по принципу шведского стола. Ребенок индивидуально выбирает те продукты, которые ему разрешены. Рацион Артека с прибытием новой смены почти не изменился. В меню только правильно приготовленные и полезные блюда. Меню составлено изначально с физиологическими потребностями для каждого ребенка. Детки находятся под присмотром медицинских работников. То есть на каждый рацион они приходят с медиками. Заболевание не должно мешать полноценно развиваться ребенку. Уверено руководство лагеря. Решить эту проблему не так просто, ведь на кону здоровье и жизнь ребенка. Мы вышли на детский федеральный центр, занимающийся проблемой диабета. И в целом нашли способ взаимодействия с ним, который выражается в такой партнерской программе. Мы выработаем какие-то достаточно специфические решения, связанные с образовательными программами, с уровнем нагрузки детей, которые позволят им мало то, что сюда приехать, но абсолютно комфортно чувствовать себя внутри. Для некоторых воспитанников мечта превратилась в реальность. Пока «Артек» – единственный лагерь в России, который принимает подобные смены. Первый шаг на встречу к детям с сахарным диабетом уже сделан. Опыт «Артека» планируют применять и в других регионах России. Лили Виджат и Рамазан Аливапов, телеканал «Миллет».